Здравствуйте! Вот есть такая очень важная на самом деле наука, называется она эстетика. Эта наука, собственно говоря, я даже затрудняюсь так вот дать ей какое-то определение, наука о прекрасном, не знаю, наука о восприятии окружающего мира, потому что вот эстетика бывает у всего чего угодно, да, вот эстетика рекламы, эстетика костюма, эстетика мусора даже есть такая, вот представляете, вот на улице мусор, да, вот сколь эстетична эта куча мусора, да, вот такой вопрос можно задать. Ну вот это вот все, чем занимается эта наука под названием эстетика, очень важная, кстати, наука, потому что сейчас лучшая часть того, что мы можем создать, не напрягаясь, да, не напрягаясь, не крутя ручку токарного станка, это все объекты эстетического восприятия, да. Вот наша программа, да, видеоблог, да, да, все остальное, да, что хоть конструкция компьютера, как он выглядит, да, мебель, одежда, все, что ни возьмись, все должно у нас еще эстетикой обладать, да, и вообще милое дело производить знания, производить информацию, а это, в общем, сплошь и рядом при восприятии эстетики лежит человек на диване, в полглаза смотрит телевизор, вот он эстетическое наслаждение получает таким образом, да. Так вот, официально считается, что первым употребил слово эстетика, кстати, в этом нет сомнений, человек, которого звали Александр Готлибаумгартер, да, вот его обложка книги с этим названием, вот, это было дело в начале 18 века, вот, вот он впервые употребил это слово, больше ничего про него я сказать особенно вам не могу, потому что эстетика, в общем-то говоря, существовала и до него, корень ее куда-то уходит очень далеко, во времена, наверное, античных, так сказать, философов, да, правда, ну, естественно, в античные времена там сортировали произведения искусства определенным образом, да, вот, например, как бывает комедия, да, бывает трагедия, да, сейчас мы добавили еще драму, это все объекты эстетики, да, эстетического восприятия человека, но это не все, есть еще одна замечательная вещь, это тоже, кто впервые стал ей заниматься как наукой всерьез, и вот есть мнение, которое далеко не все разделяют, что первым ученым эстетом, да, ученым в области эстетики фактически был, испанец, преподаватель, да, монах, звали его Бальтасар Гарсия, да, он где-то там в каком-то католическом колледже преподавал, естественно, видите, он сидит так изящно держит перо в руке, преподавал какие-то науки, типа, вот, этики, да, вот, типа восприятия священного писания, был, естественно, иезуит, он под чужим именем, под именем своего брата опубликовал книгу, а вот та книга была, вот, видимо, как говорят, первой книгой, касающейся эстетики, это был огромный-огромный роман, он, кстати, сейчас переведен на русский язык, опубликован, что-то так как-то вот, я затрудняюсь с этого латинского или испанского правильно произнести название, но что-то типа, так сказать, критики, да, вот так вот, слово критик, знаете, это критик, который, в общем-то говоря, занимается практической эстетикой, он вам говорит, вот это платье хорошее, да, а вот этот фильм хороший, а вот этот вот обед в ресторане хороший, ну, или, наоборот, плохой или не очень, да, хороший, вот он. Так вот, его роман, вот он впервые, говорит, содержал вот такой вот эстетический разбор, хотя это был роман, какой-то такой приключенческий, по-нашему говоря, там безудержный полет фантазии, там какие-то разбойницы кого-то захватывают, героев в плен потом, и другие разбойники отбивают, потом еще что-то происходит, ну, в общем, вот такой вот обычной средневековой развлекухой, типа тех, на которых вырос в свое время Дон Кихот Ломанческий, помните, да, Санчо Панса и Дон Кихот Ломанческий, вот в таком вот духе был написан этот средневековый роман, роман, да, но он, оказывается, был началом эстетики, вот. Ну, кстати, об этом начальство-то узнало, ну, ему, значит, отчислили его с его работы, да, вот так, отправили на покаяние. Удачи вам, всех благ!